Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня говорим о довольно любопытном виде спорта, который называется стритбол. Наверняка многие из вас слышали это сочетание, но не все понимают, что это такое на самом деле. И помочь нам во всем разобраться сегодня изъявил желание Владимир Климаков, член Президиума Люберецкой Федерации Баскетбола. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Очень приятно. Скажите, вот когда у большого вида спорта появляется, ну, например, вот есть волейбол и есть пляжный волейбол, есть футбол и есть пляжный футбол, да, и сразу такое ощущение, что, ну, это какая-то такая лайтовая версия. Вот чем отличается баскетбол от стритбола? Ну, во-первых, это размер площадки. Это половина баскетбольной площадки, но лайтовой игру нельзя назвать. То есть точно так же, как пляжный волейбол, нельзя сказать, что это лайтовый вид спорта. Точно такой же динамичная игра стритбол. Играют три на три на одно кольцо. Когда он, кстати, появился? Почему? Я так понимаю, что я вспоминаю просто детство, как мы футбол играли, ну, во все игровые виды спорта, когда мало народу, так на одни ворота-то и играли. И футбол играли на одни ворота, и в одно кольцо бросали. Наверное, по этой причине. Да, и тоже стритбол пришел с улиц. Пришел, наверное, в 80-е-90-е. Обычно во дворах стояло одно кольцо. И так же начали играть. С тех времен очень многое изменилось, очень ускорилась игра. И он становится таким уже полноценным видом спорта. Это первая Олимпиада, на которой стритбол является олимпийским видом спорта. Вот сейчас? Сейчас, да. Сейчас Токийская Олимпиада, стритбол. Наши баскетболисты заняли серебро. Серебро. Стритболисты. Да, стритболисты. Да, стритболисты. Серебро – это очень престижно для нашей страны. Я считаю, для стритбола и для баскетбола в целом. Ну, сразу же, да, вы медали забрали. Хотелось, конечно, золота. Да, золото, но кроссовок, подошва все-таки сделали свое дело и не дали ребятам. Ну, что есть, что есть. Серебро. Ну, в любом случае, смотрите, да, олимпийский вид спорта, это уже говорит о многом. Во-вторых, команда, которая готовится. И давайте начнем. Значит, одна из команд, один выпускник нашего Малаховского Мгавка. Это Станислав Шаров, игрок команды БК Мгавк. Наш либерчанин. То есть, вдвойне приятный. Да, вдвойне приятный, да. Ну, вот давайте вернемся к баскетболу, оттолкнемся от него. Почему Люберецкая федерация баскетбола решила заняться и стритболом в том числе? Ну, стритбол – это очень популярное направление, которое охватило все дворы. И вместе с администрацией было выдвинуто предложение выйти во дворы и показать людям, что вот такой вид спорта. Прямо себя вот дома на площадке можно сделать. Да, на площадке можно, да, выйти и играть. Этому способствует спорт в каждый двор, который проходит в городском округе Люберца. И мы решили, что у нас участников достаточно набирается не только между своим двором поиграть, а собирается всего округа в субботу, в предстоящую субботу будет турнир. На нем будет более 30 команд. То есть, это почти 100 человек. То есть, 7 августа, да, на территории микрорайона самолет будет проходить? Да, все верно, все верно. Значит, будет одесса на две площадки, более 100 человек с призами, с подарками победителям, кубки, медали, музыка. То есть, 100 человек уже занимаются стритболом? На постоянной основе. На постоянной основе. На постоянной основе, и это малое количество, потому что многие сейчас на морях. То есть, футбол побежден? Ну, к сожалению, нет. Все-таки баскетбол остается вторым по популярности. Ну, да, безусловно, но я имею в виду, что нужно для того, чтобы стритбол, это должно быть во дворе кольцо. Вот кто этим озаботился как-то, чтобы эти кольца появились? Значит, при поддержке спорткомитета по физической культуре и спорту Либеретского района, а также администрации, и с помощью пришел Терешков Роман, да, министр спорта, и помогли нам выйти в инициативу, поставить кольца, отремонтировать площадки, сделать правильную разметку, игра развивается, постоянно нужно обновление. Разметка там играет роль. Играет очень важную роль, и администрация помогла нам подрихтовать площадочку, под современные реалии стритбола, который уже в течение 20 лет развивался. Реально я понимаю, что мы все-таки немножко отставали в этом плане, и вот только сейчас мы активно начинаем заниматься этим? Я имею в виду, ну, Америка, Европа, у них это пораньше чуть-чуть началось стритбол. Чуть-чуть пораньше, но наши ребята ничуть не хуже, наши все-таки характерные, а стритбол – это игра характера. Нашим только дай площадку, повесь кольцо, и уже будут играть. Да, да. Ну так, по большому счету. Да, да. Хорошо. Но одно дело, когда это какая-то дворовая история, а другое дело, когда это уже такая, ну, командная работа, я имею в виду вас, в вашем лице, федерацию. Вот насколько трудно было этим заниматься, и какие вот планы на сегодняшний день по развитию? По развитию. Значит, мы начинали все с баскетбола, запускали, у нас проходит баскетбольная лига, участвует 12 команд в течение уже 5 лет. Это уже срок, да. Да. Владимир Владимирович Сурков нам помогает, помогает с помещениями, где можно проводить соревнования. И пришел такой, что ребята хотят играть и летом, что сезона им мало. Ну, чтобы поддерживать себя в форме. Хорошо, мы организовали, ребятам помогли организовать турнир, состоящий из нескольких этапов. 7-го числа будет финал. И в ближайшее время... А, было несколько этапов. Было несколько этапов. Да, было три этапа. Значит, команды каждый раз одни и те же, играют за рейтинг. Сумма очков, они выходят... Победитель по сумме трех туров определяется. То есть, такая рейтинговая... Да, рейтинговая, да. То есть, как полноценный сезон баскетбольный. Ребята сказали, что летом это все хорошо, а давайте-ка мы это сделаем и зимой. Все мало им. Да, все мало. Мы подошли, вышли с инициативой к Роману Игоревичу. Значит, мы предложили, что реконструкция из стадиона «Торпеда» будет. И можно ли включить в градостроительный план баскетбольную площадку на четыре кольца, закрытую, чтобы можно было проводить до поздней осени соревнования. То есть, это четыре площадки будут? Четыре площадки. То есть, они как-то разделяются, да? Да, разделяются и играют. Одновременно можно играть? Одновременно можно играть. Это большой плюс. Такие площадки есть в Москве, есть в Рязани. Но так как у нас Люберс, это все-таки одна из... Территория спорта. Я бы сказал, даже не территория, а территория баскетбола. Все-таки у нас был подмосковный спорта, который имеет большую историю. Дарит Яковлевич Берлин, основатель его, приезжает сюда. Да, мы привезли кубок, который состоится на день физкультурника. И нам помогли организовать, что включат в реконструкцию, площадку по стритболу. То есть, был баскетбол, а теперь еще будет и стритбол. Да, полноценный сезон летом и полноценный сезон зимой на базе дворца спорта «Триумф». Хорошо. А как вот по детскому, скажем, подходу? Я имею в виду, что одно дело, когда играют взрослые. Планируется ли какой-то набор спортивных секций, чтобы детки приходили? Если да, то какой возраст? Значит, в данный момент идут разговоры, что нужно дюшерсть, да, спартаковская? Это все хорошо, это профессионально. Это ребята уже готовые к большим соревнованиям, которые готовы в профессиональную жизнь уйти. Но также нужно развивать наши любительские спорты, детские, просто для развития, чтобы дети были развиты. И, кстати, оттуда потом появляются таланты. Таланты, да. Многие, да, люберецкие спортсмены уже играют по суперлиге. И мы пытаемся с помощью администрации города Люберцы войти в школы и организовать там секции для детей всех возрастов. Начинается это с игровых форм и заканчивая уже основами и заканчивая уже передачей в спортшколу. Что и для жителей хорошо, и для ребенка, соответственно, тоже. Ну и в конце концов есть такое право выбора, да, когда можно здесь попробовать, в другую перешел и так далее. Ну то есть есть возможность найти себя. Кто-то найдет баскетболь, а кому, как ни странно, стритбол подойдет больше. Да, еще плюс того, что мы организовываем стритбол, те профессионалы, которые заканчивают играть, когда-то мы все заканчиваем, надо куда-то вернуться. А стритбол как раз хороший. Да, стритбол хороший, вышел во дворе, все хорошо поиграл, в удовольствие. Хорошо, тогда чисто такой, ну может быть, не финансовый, экономический что ли вопрос. Сейчас какой-то двор наш, жители двора какого-то услышат, подумают, а мы тоже хотим, чтобы у нас такое кольцо появилось, мы тоже хотим, чтобы нам сделали, ну более-менее площадку, что там разровняли, я уж не знаю. Они куда-то могут обратиться? Как это вообще работает? Я думаю, что могут обратиться. К депутату, например, могут обратиться. Сказать, хотим спортивную площадку. А за правильным разъяснением уже могут к вам обратиться? Да, конечно, мы могут обратиться, мы можем помочь с разметкой, с правильным расположением тех же колец. Все-таки поиграть против солнца, это тоже тяжеловато. Хорошо, я напомню, что в второй части мы поговорим, собственно говоря, о правилах стритбола, чем он отличается от баскетбола. Но вернемся к вот этому подготовительному периоду. На сегодняшний день, ну насколько я понимаю, стритбол поэтому так и называется, что он все-таки как бы уличное соревнование, уличная игра. И там особенно вложений-то не нужно делать таких серьезных? Или все-таки это уже такой дорогой вот спорт остановится? По сравнению с другими видами спорта, я считаю, что стритбол это не так дорого. И это доступно. Это доступно. Кроссовки, обычная спортивная форма, шорты, футболка и мяч. Это не так дорого. Это любой магазин, любой спортивный. Ну вот 7 августа, напомню, что на территории микроорганизма «Самолет» пройдет финал перенства Люберецкой стритбольной лиги. А это значит, что стритбольная лига, это звучит уже серьезно. В других регионах Московской области, в стране, как стритбол сейчас развивается? И вы принимаете какое-то участие в выстраивании этих глобальных лиг? Значит, в этом году было подписано соглашение с Межрегиональной Федерацией Баскетбола о сотрудничестве, развитии, как в том числе и баскетбола, и стритбола. И мы работаем в направлении, чтобы чемпионы нашего округа ездили в другие города, округа и участвовали как команда города. Не как от себя, а от команды города для участия в полноценный чемпионат России. Полноценный чемпионат России. Среди любителей. Да, среди любителей. Но в любителях всегда можно найти кого-то помоложе и отдать уже в профессионалы. Сейчас сделаем небольшую паузу. Во второй части давайте узнаем, чем отличается стритбол от баскетбола. Наверное, не всегда нравится стритболистам сравнение, но тем не менее. Ну и узнаем какие-то правила. И, возможно, ваши дети захотят участвовать в этих боях за этот мяч замечательный. Ну или, может быть, вы, как человек спортивный, который еще не потерял форму, захочет присоединиться и заняться вот таким видом спорта, в котором чуть меньше площадка, чуть меньше, наверное, энергии тратится. Хотя, может быть, я не прав. Сделаем небольшую паузу и вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о стритболе, о вот таком виде спорта, который уже себя зарекомендовал на Олимпиаде. Мы, сборная России, завевала серебряные медали. Этот вопрос адресу Владимиру Климакову, члену президиума Либерской федерации баскетбола. Вот там ребята уже достигли такого уровня. Но ведь когда-то стритбол был просто уличной забавой. Почему все-таки он превратился в такой спорт? Баскетболу не обидно? Я не думаю, что баскетболу обидно. Я думаю, что у каждого вида спорта есть свои фанаты, свои фанатики. Именно в хорошем смысле, что они болеют этим видом спорта. Что это уличный, когда ты выходишь на улицу, все-таки воздух. Я думаю, что как-то они... Время припровождение. Это как футбол. Как футбол, да. Но опять же, футбол, когда огромный стадион, огромное профессиональное поле – это одна история. Не каждый может так во дворе размахнуться. Наши дворы, к сожалению, не всегда позволяют нам это сделать. С другой стороны, баскетбол и стритбол, хотя они, как говорится, из одного племя вышли, но тем не менее, разница в правилах существенная есть или все более-менее похоже? И что-то похоже, что-то существенно измененное. Там и там мяч круглый. Это уже хорошо. Мяч должен быть разный, да? Разный, да. Чуть-чуть разный мяч. В стритболе он чуть меньшего размера. Разрабатывается отдельно для стритбола. Он чуть тяжелее. Меньше, но тяжелее. По размеру, по весу точно такой же, как в баскетболе. Площадка меньше, но игра становится динамичнее, так как уменьшено время атаки. То есть практически все время происходит? Как это атакует? Все время в движении. Все время в движении. Но это заслуга, наверное, ФИБО и Олимпийского комитета, который продвигает свои правила, ускоряет его, чтобы он был зрелищный. И чтобы был... То есть, правильно я понимаю, стритбол пришел как уличный. Уличный, размеренный, очень медленно. Свои правила. Где-то может быть здесь так, здесь так. А сейчас они посмотрели... Унифицировали. Как, собственно говоря, смотрите, мы говорили на начало программы. Я занимался волейболом. Сейчас я смотрю выступления наших ребят. И я понимаю, что как будто другой вид спорта. Там подача раньше одно имела значение, сегодня как-то другое. Смотрим баскетбол, тоже какие-то скорые. Но я уже не говорю про футбол. Вот чемпионат Европы прошел. Вот смотрите, на мой взгляд, звезд как таковых-то мы и не увидели. Это действительно такой сумасшедший игровой вид спорта. И сейчас пошли разговоры о том, чтобы сократить футбол и таймы до 30 минут. В общем, много... То есть, идет постоянная, если хотите, спортивная селекция. Они увидели, что в стритболе можно сделать то-то, то-то, то-то и предложили свои правила. Верно? Да, люди, которые приходят после какой-то баскетбольной карьеры, в стритбол, когда они играли еще, когда там были маленькие малыши, детьми, они играли по одним правилам, сейчас они приходят играть, говорят, ребят, нет, это уже не тот стритбол, который вы играли раньше. Это полноценная новая игра. Которая требует... Требует... Какие основные требования? Насколько я понимаю, там сгусток этой энергетики, он гораздо больше, чем в баскетболе на большой площадке. Да, да, все-таки 5 на 5, кто-то тебя может подстраховать, где-то ты можешь опоздать в защиту, где-то не добежишься. Полениться где-то. Где-то кто-то за тебя отработает в стритболе, за тебя отрабатывать никто не будет. Только ты что-то не дошел, не добежал, отвернулся, получай трехочковый. Хорошо, а как время изменено там игры самой? Значит, да, это меньшее количество времени и время на атаку 12 секунд всего. Это всего лишь один тайм и со временем атаки 12 секунд. И до скольки идет игра? Играют до 21 или по времени. Такой волейбольный вариант, можно сказать, в какой-то степени 21. Ну, так, да. Ну, 21 – это всегда была такая спортивная цифра. Еще, Владимир, скажите, пожалуйста, кто сегодня вот среди этих людей, вы сказали, более 100 человек, что ты такое услышал, да, которые занимаются. Кто эти люди, какой возраст, какой у них уровень спортивного развития? Эти 100 человек – это даже не 100, наверное, это больше, это огромное количество народов. Ну да, больше, чем гор. Да, это возраст от 10 лет до 63. Значит, в этом сезоне в баскетбольной лиге у нас играл представитель команды, ему было 63 года. Он точно так же играет в стритбол, то есть разброс, любой возраст, сумасшедший, любой возраст может играть. Хорошо, а вот какие должны быть качества у человека, у которых, ну, хочет играть в стритбол? Вот есть качество у шахматиста, есть качество у фигуриста, у пловца, у баскетболиста, у стритболиста. Стритболист, можно так сказать? Можно? Да, можно, можно. Это все-таки, я считаю, что раз в спорте и вилла стал олимпийским, это полноценный спорт. Стритболист, какие у него должны быть качества спортивные? Ой, что касается качеств, значит, я думаю, что стритболист должен взять от себя лучшее от хоккеиста, от баскетболиста и, наверное... Ну, попрыгать там, наверное, еще и гимнастика какая-то. Ну, возможно, гимнастика. Что-то такое, нагрузка. Но баскетбол, думаю, что хоккей и бокс, это жесткий вид спорта. Почти жесткий вид. Это очень жесткий вид спорта. Ну, да, потому что мы уменьшаем площадку, поэтому мы сокращаем возможность для свободного пространства. Постоянное движение, постоянный контакт. Может быть, это был не специальный контакт, случайный, но это жесткий и всегда контакт. Хорошо. Вот те ребята, которые... Ну, ребята от 10 до 60. Они ребята. Все они ребята. Как это все будет происходить? Расскажите еще раз. Значит, вот они победили на каких-то этапах. Значит, у нас... Сколько будет проведено боев таких спортивных? Значит, у нас будет три категории. Это будет мужская категория, 18+, до 18-ти детская и женская категория. Три категории. А, женская еще. Да, женская. Как-то не сказали. Да, согласен. Упустили чуть-чуть девушек, но девушки тоже ого-го и дают бой. То есть будет отдельно мужской, один женский, да, и финал какой-то запланирован, какие-то призы, кубки. Да, во время проведения турнира, который будет 7 августа в самолете, будут всем победителям и призерам выданы кубки, медали, сувенирные подарки от спорткомитета или городского округа любят. Это первый такой чемпионат проходит? Это да, это первый, такой уличный, такой масштабный, это первый. Я так понимаю, что не последний? Нет. То есть теперь это уже войдет в план тренирования? Традиционный, да, летний турнир, который будет продолжаться все лето и занимать молодых спортсменов, и не только молодых спортсменов, весь летний период. Ну а когда у вас появится площадка, то и зимой можно будет играть? Да, да, я думаю, что да, и 1 января будем всех ждать на этой площадке. Хорошо, вот еще такой маленький вопрос, но он как бы на рассуждение. Почему все-таки спорт, видите, развивается? Казалось бы, ведь все уже придумано, бег, ну, виды спорта, а потихонечку появляются новые, да, которые очень тяжело пробивают себе дорогу на те же Олимпийские игры, да, там самбо, например. Да, самбо... Вроде бы то же самое, но не то же самое, а со своими какими-то, да, подходами. Вроде дзюдо, а вроде... А вроде дзюдо. То есть спорт – это развивающаяся такая, ну, скажем, субстанция, да, он не стоит на месте. Почему? Тем более, смотрите, мы знаем, что есть хоккей, есть, но зачем нам еще что-то, да, есть футбол, но зачем нам, да, опять же, а я смотрел пляжный футбол и понимаю, что, о, а здесь же другая игра, тут уже песочек, а тут уже, значит, по-другому надо, здесь же другое. Вроде и футбол, но не совсем футбол. Можно сказать, что спорт не стоит на месте и за счет человеческих возможностей и качеств он продвигает вот эту спортивную свою динамику? Да, я думаю, что да. Я думаю, что человеческие организмы со временем... Требуют, да, что-то новое? И вообще люди стали более сильные, более, ну, требующие каких-то таких видов спорта, где нужно потратить свою энергию, силы, показать себя, что мы вот не только можем там бегать на площадке в зале в парниковых условиях, а можем выйти на улицу, и вот она, мы совсем другой вид. А другие говорят, что человек, наоборот, слаб становится и так далее. Все-таки все равно, наверное, баланс существует, слабеньких и сильных. Не знаю, мы спортсмены говорим, что мы становимся сильнее. Мы становимся сильнее. Ну, и еще раз хочу напомнить, что стритбол – это новый вид спорта. И давайте все-таки пару слов, все-таки член Президиума Либеретской Федерации Баскетбола, в финале нашей программы, хоть мы говорили про стритбол, а как с баскетболом дела? С баскетболом в городском округе Либеретской Федерации все стало здорово. Так. Все идет по нарастающей, огромными темпами. В течение уже пяти лет мы проводим любительский чемпионат городского округа Либеретской Федерации при поддержке спорткомитета города и администрации. И с каждым годом количество участников нашего турнира увеличивается. Уже в этом году мы подключили женский турнир, с сентября планируем запустить, и также детский турнир. Не среди спортшкольников, а также среди любителей, которые просто приходят заниматься баскетболом. Это очень важно. А вот хорошо, кстати, вот дети-любители, да, поиграли в баскетбол, туда же, наверное, тренеры приходят профессиональные, высматривают себе. Вот этого мальчика можно взять. Да, большая селекция идет все-таки по школам, по площадкам, на всевозможные такие турниры любительские. Приезжают тренеры, есть селекционеры, которые отбирают и забирают ребят, чтобы у них было большое будущее в большом спорте. Это все-таки важно, что мы делаем любительский спорт, такая ступень в профессиональный. То есть возможность, человек даже сам того не зная, не будучи профессионалом, может неожиданно стать спортсменом и потом участвовать в тех же Олимпийских играх. Потому что мы вот сейчас понимаем прекрасно, что эти Олимпийские игры особые были, они как бы в тяжелых условиях проходили. Но я поймал себя на мысли, что даже уже зная результат, потому что по времени у нас же не совпадает, с таким интересом смотришь за всем этим. Потому что нам не хватает вот этого адреналина. Спортивного адреналина не хватает. А еще когда ты сам в этом принимаешь участие, когда твоя семья за тебя болеет, твои друзья за тебя болеют, когда, как говорится, двор превращается в спортивную команду. Вот хочу сказать по поводу двора. Как раз турнир 7 августа говорит, что болеет двор. Почему двор? Площадка стоит около дома, и родители или жены кричат с окон и болеют за команду. Это на самом деле очень атмосферно и очень затягивает. И смотришь, ничего себе, где-то такое увидишь, что из окна кто-то болеет. Тем более в наше время, хотя когда-то, когда мы были маленькими, и спорт во дворах, секции были, конечно, но спорт тоже во дворах был, кричали и, по-моему, неплохо выросли. Много действительно спортивных достижений было. Владимир Климаков, член Президиума Люберецкой Федерации Баскетбола, рассказал нам сегодня, первое, о том, что стритбол стал отдельным видом спорта. Это мы уже поняли с вами по Олимпийским играм. Мало этого, он стал еще и специальным видом спорта фактически здесь у нас, на территории спорта, в городском округе Люберцы. И 7 августа, вы можете увидеть это своими собственными глазами, в микрорайоне самолет пройдет финал первенства Либерецкой стритбольной лиги. Ну а те, кто заинтересовался этой темой, кто, может быть, видел на тех же Олимпийских играх соревнования, попробуйте. И, возможно, вы примете участие и увидите Владимира Климакова воочию. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Вот, развитие. Ждем новых видов спорта, потому что что-то есть ощущение, что это не последнее. Знаете, как вот в фильмах есть такие. Сначала один сюжет идет, а потом ответвление. Вот, может, к стритболу еще какой-нибудь бол добавится. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!